Доброе утро, добрый вечер, добрый день, доброй ночи, доброго времени суток всем тем, кто нас смотрит в прямом эфире на платформе mtslink.ru и смотрит рестрим на YouTube-канале DKC Company. Меня зовут Мигранов Андрей, я тренер учебного центра. Это Елена Перезябова, менеджер по продукции. Мы сегодня с вами будем говорить про систему Космик, но не прям про всю, а про ее часть, потому что про всю будем говорить мы очень долго. Мы решили посвятить свое внимание, то есть ваше внимание, и уделить ваше время и наше время одной из ее, назовем так, подсистем металлорукавам. Вы, в принципе, по названию, я думаю, это все прекрасно поняли, и по описанию вебинара. Прежде чем мы начнем, прежде чем мы начнем говорить о теме нашей сегодняшней конференции, мы уже вышли за рамки вебинаров, потому что назвать это вебинаром язык не поворачивается. Вебинар это все-таки что-то такое, да, вот лицо вот так, презентация тут, и это вебинар. А мы с вами все-таки находимся в дискуссии. Ну и чтобы вы находились с нами в дискуссии, в такой массовой, у нас есть несколько инструментов для этого. Первый, на МТС-линк, те, кто с нами сейчас находится. Во-первых, для начала, давайте поставьте плюсики, если вы меня слышали. То мало ли вдруг вы все это время смотрели, как я просто машу руками и делаю вот такие движения. Вперед. Вот, поставьте плюсики, нас слышат? Нас слышат. Супер. Так, у вас есть чат, вы там ставили плюсики, только что, я надеюсь. У вас есть чат, вы можете там писать нам какие-то добрые пожелания, я надеюсь. Можете, конечно, попробовать написать злые пожелания, но лучше добрые. Можете общаться друг с другом о вопросах относительно продукции, относительно нашей темы сегодняшнего вебинара, пожалуйста, задавайте во вкладке «Вопросы», которая находится как раз-таки вверху у вас рядом с чатом. То есть, вы туда пишите вопросы, а наш специалист Алексей Борзенко, наш коллега, тоже менеджер по продукции, будет на них в режиме реального времени вам отвечать. Почему писать вопросы нужно туда? Потому что так удобнее, вы задаете много вопросов, у нас много людей в эфирах нас смотрят, и, соответственно, так проще нам управлять вопросами. Ну и вам проще понимать, что на ваш вопрос ответили, а не во всем этом чатовом полотне. Помимо этого, конечно же, вы можете задавать вопросы нам и на Ютьюбе. Алексей Борзенко и там, и там отвечает на вопросы. На Ютьюбе, я думаю, вы без меня разберетесь, где эти вопросы писать. Ну а если вы не знали, то под видео. Так, что еще не сказал? Да, помимо технической информации, ну в принципе, наверное... А, нет, подождите, я же забыл, я же забыл. У нас же мы проводим, скажем так, награждение за активность, то есть тем самым стимулируя вас задавать вопросы, но только интересные. Только интересные вопросы получают от нас какие-то сувенирные подарки. То есть ценные какие-то призы, которые вам напомнят о том, что вы задали интересный вопрос. Мы с Еленой, когда эфир закончим прямой, сядем, откроем, соответственно, чаты и посмотрим, ну точнее вкладку «Вопросы» мы посмотрим, и посмотрим те вопросы, которые нас заинтересуют. Три вопроса, трех авторов вопросов мы выберем, да, топ такой составим с Еленой и с Алексеем, скорее всего, выберем авторов и отправим вам, ну свяжемся сначала, а потом отправим вам какие-то ценные подарки. Все, теперь вся информация у меня вступительная. Я думаю, за это время все, кто хотел, подошли. А все, кто хотел, ушли. Так, переходим к теме. Космик. Для начала вообще, в принципе, о космике. Космик, как я и сказал, это система достаточно обширная. То есть это профессиональная, индустриальная система для защиты кабеля. Защиты от чего? Защиты от механического воздействия и от внешней агрессивной среды. Как кабель можно защищать? Можно защищать с помощью металлорукавлов, можно защищать с помощью металлических труб. У нас они есть оцинкованные, есть в нержавеющем исполнении 304, 316. Соответственно, чтобы это все было системой, есть аксессуары. Аксессуары, которые позволяют соединять металлорукава с трубами, трубы с коробками, металлорукава с коробками. В общем, чтобы все это было единой системой. Ну и, конечно же, коробки, с которыми соединяются эти трубы, тоже в ассортименте у нас есть. Есть протяжные, есть отыдительные. Одни из алюминия, другие из алюминиевого сплава с полимерно-эпоксидным покрытием. Но сегодня мы решили уделить наше внимание исключительно металлорукавам. Почему? Потому что по нашему опыту общения с аудиторией, а мы часто, естественно, проводим не только вебинары, а тренеры учебного центра проводят оффлайн мероприятия, то есть семинары с нашими партнерами. И мы заметили, что у наших партнеров есть недопонимание некоторое с точки зрения позиционирования, то есть для чего компания ДКС выпускает так много всяких различных металлорукавов. Ведь в отличие от других производителей металлорукавов, у нас их действительно много. Вот если загибать пальцы из тех, которые уже сейчас производятся, то надо будет переходить на вторую руку. И поэтому мы сегодня и попытаемся вместе с Еленой ответить на вопрос, а зачем так много металлорукавов в ассортименте ДКС. Ну и параллельно расскажем вам дополнительную информацию касаемо металлорукавов сами. Итак, Елена, прежде чем мы перейдем конкретно к нашим металлорукавам, давай немножечко вступление. Вообще зачем металлорукава? Есть же трубы гофрированные пластиковые, есть же у нас лотки металлические. То есть откуда у нас берутся металлические трубы? Для чего? Начать с самого начала. Как ты уже говорил, Сауна, вот в самом начале нашей презентации любая труба электротехническая предназначена для одной единственной цели – для защиты кабеля при прокладке и при дальнейшей эксплуатации. Но нюанс заключается в том, что условия эксплуатации, они очень разные. То есть от комфортных до экстремальных. Например, если у нас есть теплый офис, в этом офисе проложена труба где-то под потолком, мы понимаем, что на нее не будет оказываться ни механических каких-то воздействий, ни резких перепадов температуры, ни химических паров. Мы можем спокойно использовать металлорукаву, ой, извините, пожалуйста, пластиковую трубу. Но если условия жесткие, если минусовые или очень высокие температуры, то здесь уже нужна другая защита. То есть чем условия жестче, тем, соответственно, защита должна быть сильнее. Собственно, для этого, именно для разных условий эксплуатации, у нас такой замечательный ассортимент. Ну и раз мы говорим про наш замечательный ассортимент, надо рассказать про его замечательные характеристики. Во-первых, если мы говорим про металлорукава, то они у нас оцинкованные. Оцинкованные по ГОСТу. Толщина цинкового слоя от 10 до 18 микрон в зависимости от типа размера. Металлорукава диаметр от 10 до 50 миллиметров. И здесь вы можете видеть вот 50, а вот 10. В принципе, вот сравнили визуально. Вот он, визуальное сравнение. Дальше у нас есть возможность выбрать металлорукав с протяжкой, либо без протяжки. Здесь все просто. У нас есть металлорукава в бухтах с протяжкой для того, чтобы упростить вам процесс затягивания кабеля внутрь. Ну а если вы сами затягиваете, зачем вам покупать его с протяжкой? Ну ладно, чего это я. 25, 50 и 100 миллиметров – это длины наших бухт. Соответственно, на большие типоразмеры будет 25, потому что объем иначе большой, если делать 100. Ну а на малые можно, в принципе, от 10 до 20 миллиметров взять у нас бухту, до 26 даже, по-моему, да? До 100 метров. До 100 метров. До 100 метров. То есть, тем самым, меньше соединений у вас будет, если участок трассы достаточно длинный. Мы об этом тоже для вас подумали. Это, кстати, относительная новинка. Не так давно они у нас появились в ассортименте. Ну и усиленный замок – это то, что отличает наши металлорукава от других производителей металлорукавов. Здесь, я думаю, Елена, нужно нам поподробнее про это рассказать. Металлорукав – это полоса, которая сама соединяется с собой с помощью замка. И есть, как вы видите на картинке, вариант усиленного замка. Есть простого. Усиленный замок, мы на производстве, побывав, для вас сделали даже фотографию с увеличением. Это такой Z-образный зацеп, который усиливает конструктив металлорукава. То есть повышает его разрывную прочность, делает его устойчивым к перегибам и делает его устойчивым к вибрационным нагрузкам. То есть, в принципе, во всех тех местах, где металлорукав применяется, он делает его прочнее. А есть замок простой. И тут, Елена, я, наверное, спрошу у тебя, что за простой замок и как другие производители, скажем так, выкручиваются, используя не усиленный, а простой замок из этой ситуации. Ну, простой замок – это просто немножко другая технология изготовления металлорукава. То есть, если в нашем случае мы достигаем прочность на изгиб, достигаем того, что он не распускается при растяжении, при изгибе, именно вот этим замком усиленным, то есть другая технология. Там для тех же самых целей дополнительно необходимо использовать хлопчатобумажную нить. Она как раз вставляется в замок металлорукава и добавляет ему прочности. Опять же, чтобы он при изгибе не распускался, чтобы он имел некую защиту от пыли. И не более того. То есть, металлорукав с ХБ нитью не дает защиты от воды. То есть, другая технология. В принципе, компания ДКС реализовала точно такую же технологию, точно такие же потребительские свойства, но с меньшим количеством комплектующих. Да, и насколько я знаю, по обратной связи, ну, опять же, это не научные данные, но по обратной связи ХБ нить, она имеет свойство накапливать влагу. А значит, в самом металлорукаве, если он не герметичный, а просто оцинкованный, ну, металлический, да, без изоляции, то у него в местах соединения полосы может образовываться вот эта вот влажная среда, которая, в принципе, ускоряет электрохимический процесс под названием коррозия. И, соответственно, оттуда может появиться и коррозионный этот очаг. Еще хотел бы добавить, что металлорукав, так как он металлический, да, он пожаростойкий. И здесь возникает вопрос. Если в металлорукаве проложена ХБ нить, вопрос пожаростойкости. В этом случае, в принципе, рекомендуют использовать асбестовую нить, потому что она как раз является стойкой к высоким температурам. Но здесь вот этот вопрос асбеста сразу возникает. Можно использовать и ХБ, можно использовать асбест, но, мне кажется, лучше использовать ДКС, где как раз вот этих дополнительных компонентов просто нет. Да, к тому же асбест звучит как-то пугающе. Конечно, в тему асбеста не очень сильно погружен, потому что у нас такой продукции нет, но строительные компании, насколько мне известно, от него отказываются. Ну, опять же, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Будет очень интересно ваша обратная связь на тему асбестовой и хлопчатой бумажной нити почитать. Ну, а мы идем далее. Мы с тобой упомянули наше производство вот на этом слайде, з-образном. И я думаю, нашим зрителям было бы интересно на него посмотреть. И наш коллега, тренер учебного центра, такой же замечательный тренер, как и я, подготовил вместе с другим тренером Виктором Гикифоровым видеосюжет, короткую видеоэкскурсию по производству. Давайте ее сейчас и посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав Славянский. Я специалист учебного центра компании ДКС. Сейчас мы находимся с вами на участке по производству металлорукава. Наш металлорукав мы производим из металлической ленты, определенной ширины, оцинкованной со всех сторон. Весь процесс производства начинается с загрузки сырья. Оператор в специальный рулон-размотчик устанавливает штрипсу, которая потом подается на формирующий участок с помощью привода. Здесь система парных катков формирует у нас сам профиль металлорукава. Если смотреть на этом участке в разрезе, он представляет из себя букву «С». Сформированный профиль с помощью фильеры под нужным углом попадает на формирующий узел, где задается нужный угол для спирали. И после чего сам металлорукав накручивается в нужный диаметр. Обратите внимание, что на каждом участке в процессе производства подается специальное белое вещество. Это так называемый СОЖ. Смазочно-охлаждающая жидкость, именно она позволяет нам удобнее и качественнее работать с металлом, формируя усиленный замок в процессе производства. Когда металлорукав сформирован, он попадает в специальный вращающийся барабан, который укладывает внутри металлорукав в бухту и предотвращает его скручивание. Ну и после заполнения барабана оператор укладывает металлорукав в специальный палет, где он выдерживается 24 часа до полного высыхания смазывающей жидкости, которую мы использовали в процессе производства. Но данный металлорукав имеет максимальную степень герметизации IP40, то есть от пыли он защищен, от влаги никак. Для повышения степени герметизации поверх этого металлорукава мы наносим оболочки различных типов. Сейчас пройдем на этот участок и посмотрим, как это происходит. Оцинкованный металлорукав с предыдущей линии, которая, к слову, была изготовлена компанией ДКС и собственным отделом АСУТП, попадает на участок экструзии. Здесь металлорукав загружается в емкость, где создается отрицательное давление, и после чего сам металлорукав проходит через экструдер, где наносится нужный тип изоляции. В нашем случае это ПВХ-изоляция герметичная. После этого металлорукав отправляется на участок охлаждения, и затем выравнивается его скорость, и производится маркировка. Маркировка наносится струйным способом. На ней отображены все температурные диапазоны и внутренний диаметр. Маркировку мы наносим каждый метр на поверхности металлорукава. После этого он отправляется на намотку и упаковку в бухту. И финальный этап. Бухта с металлорукавом попадает на стол, где оператор скрепляет ее стреплентой и упаковывает в защитную пленку. Если вы посмотрите поближе на сам металлорукав и его оболочку, то можно заметить, что оболочка наносится всегда равномерным слоем при скручивании. Она не деформируется и плотно облегает всю поверхность металлорукава. По итогу мы с вами посмотрели процесс производства металлорукавов ДКС от стандартного оцинкованного металлорукава до металлорукава в ПВХ-изоляции. Сейчас передаю слово моим коллегам. И мы снова с вами в прямом эфире поблагодарим еще раз Вячеслава Савянского и Виктора Никифорова за этот сюжет. И, кстати, небольшая интрига. Он у вас сегодня будет не последний. В принципе, вы прошлись таким образом виртуально по нашему производству, нашему цеху, опять же, по производству металлорукавов Космик. И тут что надо отметить, Елена, что весь ассортимент металлорукавов изготавливается в России, на нашем культуреятии. Замечательно абсолютно. Да, то есть вы, конечно, все не увидели. Нам просто очень много дней бы пришлось снимать, чтобы весь ассортимент поймать согласно производственному календарю. Но вот все, что вы видите, производится в России. А будет небольшая интрига, производится еще больше. Вот. Ладно, давай теперь по ассортименту пройдемся. Мы с вами идем по ассортименту и начинаем от простого и идем к более сложному. Тем самым постараемся упростить ваши задачи, когда вы будете металлорукава в зависимости от типа объектов подбирать. Самый простой у нас это оцинкованный металлорукав. Елена, да. Оцинкованный металлорукав. Прекрасно. Прочный, гибкий. Температура эксплуатации от минус 60 до 250 градусов. Всем хорош. С протяжкой, без протяжкой. Но есть один маленький нюанс. Он не влагозащищенный. У него степень пыли-влагозащиты IP40. Да, от пыли он защищает, от воды нет. Мы можем применять его в тех случаях, где у нас высокие температуры, какой-то цех, металлообработки. Там, где нужна механическая защита, там, где нужна температурная защита от высоких температур и где не нужна герметизация. Вот. Усложняем. Усложняем. Если нам необходимо добавить герметичности, в этом случае у нас в ассортименте есть металлорукав и герметичная ПВХ-изоляция. Сразу получаем IP44. Если нужна еще более серьезная защита, именно имеется в виду пыли-влагозащита, то с уплотнительными муфтами мы можем получить степень защиты IP66-67. Да. Для этого нам необходимо взять уплотнительную муфту и установить аксессуар. Но мы дальше в течение нашего эфира еще покажем, как это все делается. Значит, здесь мы получаем у нас категорию горения ПВ-0. Соответственно, также у нас идет металлорукав и с протяжкой, и без протяжки. Цвет либо серый, либо черный. При этом от цвета ничего не меняется. То есть те характеристики для черного и для серого, они будут одинаковы. Давай маленький интерактивчик. Я заявил три сувенира. Я четвертый сувенир подарю тому человеку, который сейчас в чате, но правда на mtslink.ru, на ютубе, я это, наверное, отследить не смогу. А без разницы. Давайте. Кто напишет, что такое ПВ-0? Почему я этот вопрос и такой интерактив задаю? Потому что во время семинаров часто мы вот эти вот вещи используем. Категория горения ПВ-0. Мы говорим о том, что это хорошо. Но при этом клиенты уважительно кивают головой и говорят, да, хорошо, хорошо. А когда ты задаешь вопрос, а что это такое? И вежливо спрашиваешь. Вам напомнить? Они вежливо, конечно же, отвечают, напомните, пожалуйста. Потому что не все в этих категориях ориентируются. А их много. Их есть категория SG, PG там 3, PG-2, PG-1, PG-0. А есть еще ПВ. ПВ-2, ПВ-1, ПВ-0. И я вот это вот время специально тяну, потому что я быстро расскажу, что же такое все-таки категория ПВ-0. Я надеюсь, самый крутой эксперт успел уже дать ответ на категорию ПВ-0. Что это такое? Говорю. Значит так, ПВ-0. Это у нас расшифровывается как пламя вертикальное. Ноль в данном случае обозначает, что при вертикальном расположении пластиковой заготовки какой-то, возможно, трубы, в данном случае металл рукава, при отсутствии, опять же, прямого, скажем так, огня, то есть пламени, воздействия пламени на пластиковую заготовку, когда у нас вот эта вот пластиковая заготовка горит, она сама затухает до 10 секунд при вертикальном расположении, что, конечно же, является самым, наверное, способствующим распространению пламени. Поэтому все пластиковые трубы, и в данном случае металл рукава в пластиковой изоляции, соответствующие категории ПВ-0, могут использоваться при открытой прокладке в обитаемых помещениях. То есть у них, проще говоря, есть пожарный сертификат, чтобы это делать. То есть прокладываться открытым способом. Да. Ну, серо-черный ты сказала, да? Все, тогда едем далее, усложняем. Еще немножко усложняем. Гладкая ПВХ-изоляция. Если нам к тем характеристикам, к которым мы уже проговорили, нужно добавить более толстую оболочку, мы применяем ПВХ в гладкой изоляции. Что мы получаем? Большую прочность. Мы немножко теряем при изгибе, потому что он становится менее гибкий. Но, тем не менее, существуют объекты, где нужна именно вот такая защита. При этом тоже это будет ПВ-0, негорючая композиция, при прочих равных характеристиках металлорукава в ПВХ-изоляции. Едем дальше. Едем. Посложняем. Еще сильнее. Еще сильнее. Герметичная ПВХ-изоляция низкотемпературная. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 70 градусов. Здесь, к оболочке, помимо температурных, расширяем диапазон, мы получаем ультрафиолетовую стойкость. То есть прокладка на улице под солнышком. То есть, по сути говоря, в соответствии, как у вас и написано на презентации, климатическому исполнению, у ХЛ-1, согласно ГОСТу, в принципе, 15-150, если интересно, можете почитать. Цифра 1 значит, что мы можем в поле, как правильно заметила Елена, под солнышком, спокойно этот металлорукав располагать, и ему ничего не будет, потому что у него в композиции есть УВ-стабилизатор, УФ-стабилизатор. Да. Да, и при этом мы сохраняем герметичность до IP67 в комплекте с аксессуарами. То есть все, что мы говорили про обычные ПВХ-оболочки, они для низкотемпературы, но тоже имеют место быть. Да. Дальше? Дальше. Дальше. Интересный вариант – гладкая сепсизоляция. Чем хороша? Ко всему вот этому замечательному перечню мы добавляем безгалогеновость. То есть в оболочке отсутствуют галогены. Что это значит? Значит, при горении, если начинается пожар, то гореть будет все, включая оболочки, но при горении она не выделяет едких веществ, которые не нужны человеческому организму. То есть для чего? Не нужно, это мягко сказано. Они его отравляют, потому что они являются токсичными. Извини. Для мест большого скопления пребывания людей начинается пожар, и человек должен из этой зоны уйти. Уйти без ущерба для своего здоровья. Для этого рекомендуется, сейчас рекомендуется, я так предполагаю, что в дальнейшем будет уже жестко регламентироваться установка защиты кабеля именно вот такими видами изоляции, без галогенов. Да, кабель, более того, АШФ вам уже хорошо известен. В ассортименте у нас есть АШФ трубы. Вот у нас есть в том числе и АШФ металлорукава. Да, едем далее. Еще хотела бы обратить внимание на температурный диапазон от минус 60 до плюс 70 градусов. Приведем обычный пример. Железнодорожный вокзал. Вместо массового скопления людей. Пребывания. Пребывания, да, и убывания большого количества людей. То есть мы можем установить кабель как в помещении, то есть, соответственно, в здании вокзала, так и на перроне, да, под, ну, под навесом. Ну, в принципе, тоже. То есть под каким-то козырьком мы можем спокойно трубу расположить, температурный диапазон, и в соответствии к климатическому исполнению У2 это сделать нам позволяет. Едем далее? Да. Едем далее. Усложняем. Еще усложняем. Да. Герметичная ПВХ-изоляция, оплетка из нержавеющей стали. Что мы здесь получаем? Мы получаем экстремальную механическую защиту в первую очередь. Обратите внимание, что оплетка из нержавеющей стали, IC304, это у нас пищевая нержавеющая сталь. Да. Она так в народе прозвана, потому что часто используется в предприятиях, связанных с пищевой индустрией. Да. И почему это хорошо? Потому что пищевые предприятия – это у нас благоприятная среда. Не агрессивная, а благоприятная среда для появления… Всяческих… Существ. Существ. Существ, да. То есть грызунок, проще говоря, да. То есть они рвутся туда, чтобы пополнить свои запасы и поесть. Ну и, соответственно, попутно они с какой-то целью, я не знаю, я не залог, грызут кабельные системы, да. И это беда, беда, с которой сталкиваются данные предприятия, да и не только они. А вот эта вот оплетка из нержавеющей стали, она, соответственно, позволяет эту беду из своей жизни убрать, забыть про эти заботы. И я вот буквально, мы когда готовили этот вебинар, позавчера разговаривал с коллегами, их партнеры на Кубани, сталкивались с проблемой, причем абсолютно не связанной с пищевкой предприятия, по-моему, с нефтегазопереработкой, перегонкой, что-то такое. И там была проблема суслики. Суслики тоже грызуны, и вот они с этой проблемой не знали, как справиться. И провожили наши металлорукавовые оплетки из нержавеющей стали, 304-й, и забыли про сусликов, как минимум, касаемо того, что они что-то грызут. Может, они, конечно, грызут, но прогрызть у них не получается. Что еще здесь мы не сказали? Одно направление, второе направление. Труба в такой оплетке, она дает защиту от воздействия химических нежелательных реагентов, будем так говорить. И, помимо этого, дает МС-экронирование. Экронирование от электромагнитных наводок. Для чего, собственно, это нужно. Когда у вас проложен информационный кабель, он должен быть чистеньким, без помех, наведенных от, допустим, какого-то другого кабеля, который проложен рядом. Вот именно для этих целей оплетка из нержавеющей стали применяется. То есть, по сути говоря, для специалистов КПА, информация, автоматизация, данное решение может быть вполне себе интересно. Да, далее пойдем, усложняем. Усложняем. Оплетка из нержавеющей стали на металлорукаве СЕПС. СЕПС. Помимо того, что мы сейчас рассказывали про оплетки, мы добавляем безгалогеновость. То есть, именно применение в местах массового пребывания людей. При необходимости экстремальной механической защиты кабеля. То есть, все, что мы говорили, для очень сложных условий. Очень сложных условий. И я бы еще заметил, что когда мы с вами говорим про герметичную и гладкую оплетку, у них еще... Ой, оплетку, изоляцию. Разница в том, что... Ну, мы про это говорим, говорим, но я хочу акцентировать на это внимание. Разница в том, что у герметичной IP44 по умолчанию. А если вы хотите сделать IP67, то вам нужно сюда накрутить вот эту вот муфту. Вы накручиваете муфту, потом сверху еще одну муфту, и получаете здесь соединение IP67. А у гладкого это делать не нужно. То есть, вам не надо приобретать вот эту муфту, и не надо тратить время на то, чтобы это все накручивать. И, соответственно, во время сборки вы еще убираете из вот этого процесса человеческий фактор. А то, мало ли, накрутит, не накрутит. Вы этого знать наверняка не можете. Вы же не будете ходить в каждое соединение. А может, и будете проверять. Ну, в общем, проще, конечно, купить сразу IP66, IP67, чем, если вам нужна высокая степень пылевлагозащиты. Далее. 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 Небольшой. В принципе, сколько мы уже, давай, вот посчитаем. У нас с тобой был оцинкованный металл рукав, ПВХ герметичный, ПВХ гладкий, ПВХ морозостойкий, СЕПС, ну, гладкий. Да, потом ПВХ в оплетке, СЕПС в оплетке уже 7. Вот я пальцев загнул, но нам этого мало. Нам этого мало. Анонс. Ранее у нас был в ассортименте данный тип металл рукава, но, к сожалению, ну, точнее, как к сожалению, он тогда, не к сожалению, но в современных реалиях, к сожалению, он производился на территории нашего предприятия, однако находящемся в Итальянской республике. Вот. И поэтому после определенного уже, я не знаю, в этих пакетах санкций я потерялся, какого-то пакета санкций, к сожалению, к нам они перестали пребывать. Соответственно, на какой-то момент наши специалисты были заняты локализацией. И сегодня мы можем сказать, что в ближайшее время они будут локализованы на нашем предприятии в Твери. Когда, Елена? Мы предполагаем, что где-то в начале марта мы можем начать возобновить отгрузки. Супер. Ну, а если вернуться обратно на презентацию и посмотреть на характеристики металлового кала в гладкой полиуретановой и герметичной изоляции, то есть их будет два, можно обратить внимание, что все эти характеристики вы ранее уже видели. Ну, кроме температуры плюс 105, хотя у нас в оцинковке было плюс 260 или 250. И поэтому, Елена, такой, скажем, вопрос, который возникает у меня, наверное, как не у тренера, а как у потребителя возможного гипотетического данной продукции. А зачем? Зачем нам такой вот металлорукав, который, по сути говоря, повторяет все, что было сказано ранее? Это что, попытка сделать просто универсальный металлорукав? Или есть какие-то у него еще преимущества? Нет, смотрите, мы иногда имеем условия эксплуатации кабеля максимально экстремальные. Давайте вот приведу небольшой пример, например, минусовые характеристики. То есть для прокладки при низких температурах у нас есть низкотемпературный ПВХ. Почему, допустим, не поставить его? Рассмотрим два варианта. Вариант номер один. Крайний север. Там, допустим, какой-то дом. По фасаду нужно проложить кабель и подключить какое-то оборудование, которое находится на крыше условно. Мы понимаем, что минусовую температуру он держит. Скорее всего, каким-то физическим воздействием кабель подвергаться не будет. Оборудование подключили, оно себе спокойно стоит. В этом случае, да, пожалуйста, ПВХ используем. Но есть другой вариант. Допустим, те же самые условия Крайнего Севера. Промышленное предприятие, где нужно подключить кабель к работающему оборудованию. То есть у нас там будет вероятность механических каких-то наездов, повреждений, может быть, будет вибрация. Третий вариант – цех. Цех с какой-то парами химических соединений, как вариант, какое-то оборудование. То есть именно для очень сложных условий эксплуатации мы рекомендуем использовать все-таки полиуретановую изоляцию. Когда получилось так, что мы приостановили поставки полиуретана, не получается все проекты заменить. Но не получается. То есть есть вещи, на которые все-таки мы рекомендуем ставить полиуретан. Ну, то есть это такое, скажем, нечастое явление. Однако в нашей стране, в которой развита все-таки промышленность, когда бывающий, так перерабатывающий, так и производящий, мы все-таки, в конце концов, на объекте производства. Есть среды, агрессивные, при этом низкие температуры. Добыча ресурсов у нас везде, там, где низкие температуры практически находятся. И какие-то агрессивные среды там точно есть. Вот. Это ситуация как раз-таки для полиуретанового металлорукава, герметичной, либо гладкой изоляции. А чем герметичная от гладкой, мы вам уже, в принципе, не раз объяснили, чем они отличаются. Ну, и я говорил, что это универсальный. В принципе, полиуретановый металлорукав можно использовать как универсальный. Если у вас много денег, и вы не хотите думать, а какие там среды, а где его прокладывать, а что там вообще. Вот, взяли просто полиуретан и проложили. Единственное, что оплетки у него пока нету, может быть, когда-нибудь появится, но надо сказать, что из всех пластикатов самый прочный, самый прочный, именно полиуретановый. Наш коллега Вячеслав Славянский, с которым вы уже знакомы, благодаря видеоэкскурсии по предприятию, скажем так, изучал металлорукава с помощью ножа. И вот он отметил, что резать металлорукав ножом, то есть острым заточенным предметом, в полиуретановой изоляции очень-очень-очень проблематично. Вот. И много времени занимает. То есть механическая устойчивость данного типа изоляции, она намного выше, чем у других металлорукавов. Так, ну и, в принципе, я думаю, что здесь мы на все ответили. Теперь надо поговорить про аксессуары. Мы их много вот так вот разбросали, но здесь все просто. Вот та картинка, которую вы видите на экране, мы ее очень часто используем и во время наших семинаров, и в каталогах она у нас есть. Поэтому подробно мы ее, наверное, разбирать не будем. Скажем лишь, что здесь у нас металлорукав в разрезе, на который накручена муфта. Вы видите, во-первых, что муфта, она многосоставная, то есть есть различные детали. Во-первых, это зажимная гайка. Во-вторых, это корпус из никелированной латуни. Метрическая резьба, естественно. Но вы скажете, а какая может быть еще быть? А специалисты знают, что есть еще и так называемая дюймовая резьба. Она же трубная, она же также известная реже, как цилиндрическая. Помимо этого, наш аксессуар муфта позволяет обеспечивать непрерывность электрической цепи. Металлорукав в соединении с трубой, с коробкой мы получаем единый ПЕ-контур. То есть нам не нужно делать периодическое заземление, а это значит, что вам не нужно нарушать IP самого металлорукава. Ну и что еще не сказал? А как это делается? С помощью втулки из цинкового сплава. Она обеспечивает вот это надежное пятно контакта. Ну и место для установки уплотнительного кольца. Соответственно, если вы хотите сохранить степень IP системы при заводе в какую-то оболочку, в коробку, в ту же самую, вам необходимо приобрести уплотнительное кольцо, которое у нас идут отдельным аксессуаром к этим муфтам. Ну а подробнее, как все это дело работает, вам опять же в видеосюжете, который заранее подготовил Вячеслав Славянский и Виктор Никифоров, Вячеслав Славянский расскажет и более того покажет в таком вот импровизированном... А почему импровизированном? В подготовленном мастер-классе ему слово. Сейчас я вам расскажу, а самое главное покажу, как применяются наши решения системы Космик. Слева от меня представлены металл-рукава от минимального десятого до пятидесятого диаметра. Металл-рукава представлены в различных исполнениях и оболочках. Вторым элементом в системе являются, конечно же, коробки. У нас представлены протяжные коробки на два, три и четыре ввода. С помощью этих коробок можно получить степень герметизации IP55. Для влажных мест, высоко запыленных помещений, стоит использовать коробки IP67 с гладкими стенками. Третьим элементом системы, конечно, являются аксессуары. Им уделяется особое внимание. Всего в ассортименте у нас представлено четыре типа аксессуаров. Это муфты для ввода металлу рукава в коробку. Они могут быть как с наружной резьбой, так и с внутренней. В тех случаях, когда на металлу рукав воздействуются динамические нагрузки, надо предусмотреть возможность прокручивания металлу рукава в муфте. У нас есть специальные муфты с поворотным механизмом, которые позволяют металлу рукаву прокручиваться. Для места с высокой запыленностью либо влажностью есть специальная муфта металлу рукав-коробка, у которой внутри есть резиновое уплотнение, которое позволяет надежно зафиксировать одиночный кабель в себе и ввести его в корпус оборудования. Второй тип муфт – это муфты, предназначенные для перехода с металлу рукава на металлу рукав. Такое соединение является не особо популярным. Для высокопротяжённых трасс у нас в ассортименте представлены бухты увеличенного метража по 50 и 100 метров, но всё же, если требуется соединить два отрезка металла рукава, мы берём одну муфту с наружной резьбой и вторую муфту с внутренней резьбой и стыкуем их между собой. И получаем надёжное соединение. Третий тип муфт предназначен для перехода с металла рукава на гладкую трубу. Фиксируем трубу простым защёлкиванием и таким образом осуществляется переход. И последний тип муфт, четвёртый, предназначен у нас для фиксации металла рукава в стальной оплётке. Данная муфта позволяет надёжно зафиксировать металл рукав и стальную оплётку, позволяя надёжно ввести металл рукав в корпус коробки. Давайте перейдём к монтажу. Возьмём сначала металл рукав в герметичной оболочке и установим сюда муфту. Сначала мы устанавливаем уплотнительную гайку. Для получения максимальной степени герметизации мы используем уплотнительную муфту. Она накручивается на металл рукав по резьбовому соединению. Затем устанавливаем оранжевое уплотнительное кольцо, сдвигаем гайку вверх и вкручиваем втулку. Вот эта втулка позволяет защитить кабель от острых краёв металл рукава, защитить руки монтажника, а также эта втулка изнутри распирает металл рукав и позволяет создать в этом месте непрерывный электрический контур. Затем мы устанавливаем корпус муфты. Решение собрано. Ввод герметичного металл рукава осуществляется таким же способом. Мы устанавливаем зажимную гайку, устанавливаем уплотнительное кольцо и вкручиваем втулку. Затем мы сдвигаем наверх зажимную гайку и фиксируем корпус муфты. Как видите, монтаж такого решения осуществляется гораздо быстрее. На выбор вам два способа монтажа. Введем в коробку. Ввод в коробку осуществляется в заранее проделанные отверстия. Для ввода мы применяем гайки двух типов, либо стандартные гайки, либо специальные с зубчиками, которые могут надрезать краску в коробке либо в оборудовании и обеспечить в этом месте непрерывный электрический контур. После закручивания ключами мы получаем высокую степень герметизации. Важный момент. Перед вводом металла рукава в корпус распаечной коробки обязательно нужно установить уплотнительное кольцо перед вводом в коробку и уже после этого закручивать гайку. Ввод осуществлен. Таким образом, есть два способа ввода двух оболочек. Сейчас давайте перейдем к монтажу металл рукава к поверхности. Предлагаю перейти на наш импровизированный стенд. Монтаж металл рукава может осуществляться тремя основными способами. Сначала возьмем хомут который мы крепим к основной поверхности. Сюда устанавливаем металл рукав любого диаметра и затем затягиваем стежку. Также у нас в ассортименте представлены оцинкованные держатели двухсторонние либо односторонние. Таким же способом зафиксируем металл рукав в них. Но для тех случаев когда организация применяет быстрый монтаж используют, например, монтажные пистолеты. Мы в ассортименте представили специальные оцинкованные держатели под монтажный пистолет. У них отверстия глухие, и монтируются они в несколько приемов. Таким образом система Космик это не только металл рукава с аксессуарами. Это и металлические коробки. Это элементы креплений. А также металлические трубы. Стальные металлические трубы. Которые я хочу представить на отдельном стенде. Таким образом мы получаем полноценную систему для профессиональной защиты кабеля, в которую входят металл рукава, трубы, различные аксессуары для соединения всех ее элементов, герметичного ввода в оболочки, оборудование, ну и, конечно же, распаечные и другие виды коробок. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Ну и я бы хотел бы, конечно, поблагодарить Вячеслава Славянского и Виктора Никифорову за то, что они подготовили и сняли и сделали вот этот вот видеосюжет, он же мастер-класс. И вообще, давайте, дорогие зрители, поддержим Вячеслава. Напишите, какой он красавчик, что он молодец. Поставьте огонечки. Он обязательно, он, наверное, даже смотрит сейчас. Ему будет очень приятно, потому что для Славы это дебют в наших эфирах ДКС-лайв, назовем его, ДКС-конференции. Да, обязательно, я уверен, он появится в наших эфирах еще. Он большой молодец. А теперь возвращаемся к нашей теме. Елена, в принципе, у нас осталось не так много информации, которую мы должны поделиться со зрителями, с нашими. В частности, мы говорили, что Космик это система, металлорукава это система в системе, получается. А есть еще подсистема, внутри системы Космик. Эта система, мы называем ее ОХЛ-1. То есть, у вас, по сути говоря, есть проекты, где требуется климатическое исполнение продукции ОХЛ-1. И чтобы ее собрать, нужно а, либо металлические трубы оцинкованные, можете, конечно, в нержавейке, оцинкованные, они у нас по методу цинкломели, что является прямым аналогом горячего цинка. Я про это подробно рассказывать не буду. Посмотрите, мы недавно сделали хороший видеосюжет на нашем YouTube-канале, что такое цинкломель. Рекомендую. Второе. Мы должны взять либо морозостойки ПВХ, либо морозостойки, естественно, полиуретан, металлорукав, в исполнении морозостойки ПВХ, либо полиуретан. И тут уже смотреть в зависимости от среды. Химически-агрессивная среда, то есть промышленные объекты, либо, скажем так, мягкие морозные среды, тогда ПВХ. Ну и, конечно же, коробки. Коробки у нас идут тоже в исполнении УХЛ-1. Те, которые показывал Вячеслав, это У-2, УХЛ-2. Почему? Потому что у них есть полиуретановый такой вот уплотнитель. Полиуретановый уплотнитель это пенополиуретан. Не обычный полиуретан, плотный, а пенополиуретан. А значит, что? А значит, что он вспененный. А вспененный значит, что он пористый. А если он пористый, то он может накапливать влагу. Что он, в принципе, и делает. А если он накапливает влагу, то при падении температуры эта влага, физику мы с вами знаем, расширяется. Расширяясь, она начинает со временем разрушать уплотнитель. То есть, пенополиуретан, какой бы он хороший, классный, крутой не был, со временем начинает крошиться. Поэтому все-таки для территорий, где, скажем так, отрицательные температуры это не редкость и не сезонное такое явление, и где есть механические воздействия, мы рекомендуем использовать силикон. Именно поэтому у нас коробки УХЛ-1 в системе Космик сделаны силиконовым уплотнителем. Плюс, у силикона какое есть достоинство? Какое достоинство? Он химически инертный. Химически инертный, а значит, он не вступает в химическую реакцию с агрессивными химическими средами и не разрушается. Ну и, конечно же, куда уж без фитингов и муфт. Фитинги и муфты тоже должны быть в исполнении УХЛ-1. Мы напомним, что их всяких разных у нас много. В том числе и уплотнительная, которую мы уже вспоминали не раз. Вячеслав вам показал, как она накручивается и что с ней дальше делать. Вот. И у меня Елена такой провокационный назовем вопрос. А что? Получается, у нас есть какие-то фитинги УХЛ-1, а есть какие-то не УХЛ-1? Сейчас разберемся. Давай. В чем суть соединительной муфты? Вот в таких условиях. Еще раз напомню, УХЛ-1 это до минус 60 градусов. Это очень серьезные минусовые температуры. И фитинг должен при таких температурах, при перепадах температур, выполнять свою функцию. То есть он должен держать герметичность. Вот для того, чтобы фитинг держал эту герметичность, мы на производстве заменили все прокладки именно на тот материал, который эту герметичность будет обеспечивать при вот таких серьезных перепадах температуры, особенно при минусах. Мы не стали дополнительно вводить еще один ассортимент аксессуаров для УХЛ-1. То есть все аксессуары, которые сейчас у нас присутствуют в ассортименте, они готовы для использования при УХЛ-1, при минусовых температурах. То есть, по сути говоря, являются универсальными как для применения снаружи помещения, так и для применения внутри. Ну и что еще добавить? Проекты. Мы решили показать небольшой референс-лист, совсем небольшой, учитывая, что только за 2023 год реализованных проектов на системе металлорукавов Космик без труб, а именно металлорукавов Космик было 376. Мы выбрали, наверное, наиболее интересные знаковые с точки зрения сфер применения. В частности, давайте слева направо, не стал их подписывать, чтобы у вас тут мельтешения букв не было. Итак, но запомнил. Это у нас морской порт Суходол Приморье, далее у вас идет Еврахим, Невинномысский азот, далее Новолипецкий металлургический комбинат, справа вверху, это у нас онкологический центр города Стана, слева внизу знакомый многим москвичам уже МЦД-4, далее у нас идет ГОК, тут я забыл. Невинномысский? Нет, не Невинномысский, в общем, ГОК, ГОК в агрессивных точных условиях, видите, горы, снег и ГОК, да, соцбербанка и справа очень красивая такая картинка, если кто не знает, это не Афины, это Херсонес, Таврический, тоже, в принципе, прибрежные зоны, потому что это Черное море, это Крым. Вот, здесь есть что добавить тебе, Елена? Ну, просто обратите внимание на сферы применения, да, то есть от простых до экстремально сложных, везде мы можем применить наш металл-рукав. Главное выбрать правильный, главное выбрать правильный, а для того, чтобы вы могли это сделать, выбрать правильный, у нас именно такой большой ассортимент, то есть, чтобы вы не, к примеру, не брали один полиуретан и не платили за него много денег, везде его прокладывая, да, во всех возможных сфер применения, у нас есть из чего выбрать, исходя из бюджета и исходя из сферы применения, именно поэтому у нас их так много. И мы с Еленой надеемся, что мы сегодня смогли ответить на ваш вопрос, а зачем ДКС производит так много металл-рукавов. Добавить здесь еще что можно, что вы можете задавать вопросы не только нам во время вебинаров, если вы вдруг не знали, но и в течение пяти дней в неделю по телефону, пяти рабочих дней, естественно, потому что наши специалисты тоже хотят отдыхать, как и вы. 8 800 250 52 63, прямой номер, бесплатный, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, напоминаю, он работает. Далее, support.sobachka.dkc.ru пишите туда письмо, электронное, необычное, естественно, мобильное приложение ДКС, онлайн-чат на сайте dkc.ru, там наши специалисты, инженеры в чате готовы ответить на ваши вопросы, если вы не хотите звонить, если вы по жизни интроверт, то есть вам проще общаться письмами. В общем, мы клиент-ориентированная компания предоставляем вам различные возможности общения с нами, так как вам удобно. Ну и у меня на этом все, Елена, у тебя на этом все, и у Елены на этом все, спасибо большое, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok